Дорогие, уважаемые друзья, мои подписчики и любимчики, гости канала Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Сегодня чем мы займёмся? Сегодня мы посмотрим, девчата, и сделаем лёгкую коррекцию на то, как вам себя вести с загаданным человеком, что делать для себя, любимый, и посмотрим мысли взаимные, взаимные чувства, возьмём Таро Ленарман, возьмём Таро Чёрной Белой Магии, и ещё посмотрим на Таро Миражи. Девочки, вариант будет один, смотреть будет нужно от начала и до конца. Итак, дорогие, давайте посмотрим. Ваша карта, карта вашего партнёра. Ваши мысли, мысли вашего партнёра. Сейчас просто будем открывать, и я буду брать дополнительные арканчики, чтобы просматривать, углубляться, так сказать, далее. Итак, девочки, вы, ваша карта Девятка Пентаклей, нужно сосредоточиться на себе, взять что-то вкусненькое. На данный момент вы умеете отдыхать, или вы должны уметь наслаждаться стабильностью, гармонией своей внутренней. Здесь не эмоции, здесь более стабильность, уравновешенность. У вас есть какие-то плоды ваши личные, которые вы уже собрали. Вы поработали, вы потрудились, вы что-то собрали, вы что-то для себя сделали. Умейте этим пользоваться. Не держите всё в далёких закромах. Достаньте интересную книгу, посмотрите интересное кино. Расслабьтесь, что-то вкусное захомячьте. Здесь показан стабильный отдых для вас, девочки. В некоторых моментах карта может говорить об отдыхе с родными, с родными и близкими, в получении удовольствия в семейном кругу. Ваш мужчина, его аркан. Дорогие, этот мужчина на данный момент, какие стихи, какие энергии? Энергия радости, энергия коллективного труда. Возможно, он занимается своим делом, любимым своей работой, либо своим хобби. Возможно, он встречается с друзьями на данный момент. Ему тоже приносит радость и удовольствие вот это состояние. Либо встречи, либо какие-то даже лёгкие пирожки. А может быть, это касается его личных успехов. В рабочем кругу, в рабочей атмосфере, в бизнесе. Мужчина может повышать свою квалификацию на данный момент. Он может переходить на новые уровни своего развития. Любого, даже очень небольшого. Возможно, он что-то понял, достиг, научился чему-то. Идёт какое-то продвижение по служебной лестнице. Возможно, и так. Что в ваших мыслях, дорогие? В ваших мыслях солнце, ребячество, отдых, немножко эгоизма, желание ясности, свободы. И вы знаете, девочки, всё говорит о том, что вы очень хотите отдохнуть. Ощущение, что вы устали и желаете прям насладиться лёгкой атмосферой. Выехать куда-то. Отдохнуть прям вот на море, на солнышко, на песочек. Устали все, да, сейчас хмурые деньки. Эмоциональный спад. Надо подумать о себе. Доля эгоизма, любви к себе. Мысли. То есть об этом партнёре вы тоже можете думать хорошо, и светло, и празднично, и радостно. Но даже, знаете, как-то сильно не зацикливайтесь на данный момент. Здесь у вас выходит нотка эгоизма и любви к себе. Девочки, а что же говорят его мысли? Потому что мы видим, ну, по большому счёту, веканская традиция, здесь показывает так, карта умеренности. Размеренно работая, нет резких движений, всё идёт по плану. Здесь идёт момент гармонизации, уравновешивания, да, равновесия в голове, в душе, в сердце, как говорится, в мыслях и в чувствах. У мужчины сейчас идёт период ровный, довольно-таки без излишних всплесков эмоциональных, без эксцессов. Во всяком случае, ему так показано, что, возможно, даже вот эти мысли о вас его уравновешивают. Может быть, вы сейчас находитесь в определённом потоке, девушки, кто-то из вас нашёл своё дзен-состояние, или же вы транслируете этому человеку внутреннее спокойствие, тепло, сбалансированность. Пока в мыслях он достаточно лаконичен, органичен и уравновешен. Вот в его мысли. Ну, это и транслируется, очевидно, всё-таки на его положение, здесь и сейчас, на ближайшее время. Сейчас и на ближайшее время. Вот так. Хорошо. Девочки, ваши чувства, ваши чувства, девочки, ваши чувства претерпели достаточный ряд изменений. И, скорее всего, вы научились тому, что даже с завязанными глазами, даже при каких-то ограничениях, вы окружены людьми, которые вас поддержат. Они не дадут вам пропасть, как-то помогут решить ваши проблемы. Хотя здесь идёт разговор о том, что вы сами найдёте в себе потенциал. Вы сами должны найти в себе потенциал. У вас были уже очень сложные моменты в жизни, когда вы вынуждены были найти выход из положения и, в принципе, сделали это самостоятельно. То есть не надо бояться упасть. Помните, что у вас есть крылья, даже с связанными руками и ногами. Вы можете действовать и опираться на саму себя, но знали, что всё равно у вас… Но знали о том, что в любом случае у вас есть единомышленники, есть тепло людей, которые вас поддержат. Вы не одиноки, но вы делаете свои шаги. Вы больше опираетесь на себя. И то, что вы имеете вот здесь и сейчас, это плод ваших трудов. Есть некие ограничения, но эти ограничения, они, знаете, как бы спадают, потому что у вас уже был опыт, и вам сейчас в чувствах всё-таки легче. Вы, допустим, на расстоянии. На данный момент вы умеете, вы можете спокойно, рассудительно, логично переносить расстояние отдаления от мужчины, от загаданного. То есть если у вас чувствуется вот эта теплая гармония, и которая даёт равновесие вашему мужчине. Он и сам такой, и вами он поддерживается как-то здесь же взаимно. Да, мы смотрим. Хорошо. Давайте посмотрим чувства мужчины. Что у него на чувствах? Девочки, есть сомнения, есть… Знаете, он как бы рассматривает с точки зрения логики. Вот чувства, да, сейчас, то, что в его чувствах. Эмоций здесь нет. Здесь нет резких действий, движений. Мужчина достаточно логичен, думает, да, он критично смотрит, оценивает, сравнивает. Все за и против. Все за и против. На самом деле у вас, видите, у вас здесь логика работает у двоих. То есть какой-то пережитый опыт уже, да, то, что касается чувств. И вы не готовы открывать сердце сразу. Вы сначала думаете, думаете головой и думаете сердцем. Как ни странно. Но вы не эмоционируете очень резко. Или, во всяком случае, вам показано, вот как быть сейчас в ваших чувствах. Тут идёт логика и критичность. Даже составление некоего плана на ваши чувства, на обоюдные чувства. Девочки, давайте посмотрим, что ему в вас нравится. Что ему в вас нравится. Нравится лёгкость и умение из любой ситуации выходить мобильной, быть мобильной, подстраиваться, уметь. Как бы ни колбасило, как бы ни было взлёта вверх и падения вниз, вы всегда готовы преобразовать в своё старое, негативное, в позитивное, в новое. И не боитесь идти к новым берегам. Вот он вас такое видит. Лёгкое на подъём, то, что вы можете изменять свою жизнь, вы можете отказываться от нажатого, от старого, ради того, чтобы почувствовать что-то новое, понять для себя, понять, что вы хотите, и идти к этой цели. Познавать новое, входить в новые отношения, не бояться перемен, что вам нравится в нём. Что, девочки, вам нравится в нём? Что привлекло? Вот очень интересный аркан, девчонки, знаете, такой леприкончик. Вот он такой озорник. Это мужчина, которого нужно ещё поймать. Во-первых, он любит достаток, и он очень такой загадочный тип, в плане, он не сильно мистичен, но, вы знаете, он иногда бывает, убегает в свою норку, пещерку, пересчитывает там свои драгоценности, золото-бриллианты, пересчитывает. То есть этот мужчина может ускользать, он не всегда находится в поле вашего зрения, и, в принципе, он может говорить, что занимается, когда недоступен для вас, что он занимается делами, работой, он подсчитывает свои тугрики, и на самом деле это, в принципе, так. Хитренький, очень хитренький, но человек достаточно стабильный. Вот это, в принципе, большой плюс. Вот как ни крути, почему-то он вам этим нравится, что он стабильный, но, с другой стороны, он не всегда доступен. Он может куда-то сбегать, чем-то там заниматься, на самом деле хорошим. Будем надеяться, да? Пока что карты девушек и алкоголь не показали. Развратные игры. Так, далее. Давайте посмотрим, что ему у вас не нравится. Не нравится. Девочки, вот здесь, видите, видимо, излишняя заботливость, материнская забота, вот что-то такое. То есть, он не нуждается в лишней, в излишней опеке, в излишнем понимании, потому что королева кубков, она у нас, да, эмоциональная, любящая. Позаботиться о человеке, да? Шарфик надеть, сопельки вытереть, чаёк с лимончиком. Ему этого не нужно. На данный период времени эмоции, эмоциональность, тем более истерики и все наши женские смены настроения по кубкам, это может быть семь пятниц на неделе, ну, что касается негатива. То есть, все наши эмоции, излишние охи-ахи, это ему не надо, это ему не нравится. Давайте посмотрим, что вам не нравится в нём. Знаете, девочки, есть башня разрушения. Возможно, вам не очень нравится то, что он хочет вас как женщину временами. То есть, может быть, вам нужно сначала всё-таки поговорить, да, излишняя страстность и излишний напор. С другой стороны, у вас есть некое разочарование, но, возможно, вы с ним либо смирились, либо столкнулись с какой-либо его, с какой-то чертой его характера. Вы надеялись, что он такой, вы знаете, воздушный, пушистый, а он оказался очень даже земным и, возможно, он очень нравится другим женщинам и вы ревнуете его. Вот это вам не нравится. Вы его всё-таки можете подозревать, да, что он может где-то быть, когда он убегает, что он находится с кем-то, а не, они со своими делами, да, не делает дела, а делает вот какие-то непотребства. Девочки, а теперь давайте вот что посмотрим. Давайте сделаем такой переходик, да, что вас сближает. Первый вопрос зададим. Сейчас возьмем еще Оракула Ленорман. У нас языческая тара черно-белой магии. Теперь мы возьмем Ленорман. Девочки, что может вас сближать в ваших отношениях? То, что вам не нужно делать не искусственно отдаляться, да, не надо этого. То есть, если была бы Руна, то, скорее, это была бы ИСА. стагнация, замедление, обиды. Это не нужно. Вас сближает то, что вы, знаете, вы можете быть на неком расстоянии. То есть, вы самодостаточны, и он самодостаточен. Но нельзя, если он вам написал, а вы в обиде, нельзя наказывать молчанием человека, да, нужно ответить. Девочки, и вас сближает то, что вы действительно, вы самостоятельны, вы слегка холодны. Но это не говорит о том, что вы враждебны, недружелюбны. Далее, что вас отдаляет друг от друга? Девочки, отдалить может расстояние, если вы находитесь на расстоянии, если вы по переписке общаетесь, вам нужны личные встречи, вам нужен личный контакт. Потихоньку, потихоньку отношения могут увидать, если у вас только эпистолярный жанр ваших отношений. Что еще может помочь сблизиться? Вы знаете, вот здесь идет ракон женщины, конечно, он не всегда, не всегда хочется его трактовать однозначно. Давайте вот так. Три. Три еще оракула мы возьмем. Здесь все-таки гибкость. гибкость. Здесь очень многое в позитив плюс вашим отношениям зависит от вас, девочки. Как вы сами захотите, так в принципе вы можете задать этот курс. Знаете, как в песне поется, да, ты моя женщина, я твой мужчина, и не надо делать сложным то, что проще простого. Не усложняйте. Нет таких гор, которые вы не могли бы преодолеть. То есть вы должны понимать, что от вас очень многое зависит. Если будете мудрить, ставить и думать, что у вас большие какие-то препятствия, что вы не преодолете, скорее всего, вы их так себе и выстроите. Не мудрствуйте лукаво. Будьте мудры, но не загоняйтесь. Девочки, а что зависит вообще от мужчины? От него хоть что-то зависит в ваших отношениях? Выходят хорошие вести и хорошая мобильность девочки. Да, зависит. Он очень подвижен на самом деле. Он может легко на вас реагировать, на ваши запросы, на ваши письма. То есть вы смотрите, если вы по переписке находитесь, девочки всегда смотрите, как он отвечает. Если отвечает сразу, буквально, даже если он занят, он вам коротенько письмецо написал, то это уже здорово. Но если не сразу ответил, но он объяснился, сзади действительно там прости и что-то вам объясняет, ну и как дела и всё такое, как вы привыкли общаться, то это хорошо. То есть он должен быть мобильным, он должен быть лёгким, также независимым, непосредственным, нести вам хорошие вести, идти на контакт. Если же он пропадает, ни ответа, ни привета, вы ему смс другую третий, ну что, не нужно больше делать. Мужчина должен сам выходить на связь, либо реагировать на вас очень быстро. Что ещё от него зависит, либо не зависит? Посмотрим по ситуации. Девочки, вот то, что он может вам дать пока на данный период, это свою дружбу. Свою дружбу, то, что он может рядом с вами находиться, как человек, если даже вы на расстоянии, которое будет вас поддерживать, и он даёт вам какой-то оптимизм и надежды на то, что вы не одиноко в этом мире. С другой стороны, то, что идёт в негатив. Это какое-то расстояние или то, что здесь и сейчас нет действий, не всё можно решить. План построения перспектив, но он немного удручает. Не всегда есть время для ваших отношений, для развития ваших отношений. Ещё что на мужчину посмотрим. Вот сюда же ложатся тучи, некие препятствия. Может быть, даже раздражительность может быть, если вы будете хотеть чего-то большего. И луна, девочки, то здесь выходит оборотная сторона луны. Скажем так, это эмоции негативные. Это проблемы человека, который, в принципе, он готов дружить, он готов общаться, хорошо, легко общаться. Но если давить в плане отношений, по выяснению отношений, ссору на конфликт, может вывести. Девочки, а давайте ещё всё-таки вот сейчас намеренно специально посмотрим, каких бы вы хотели от него действий. И что он вам в этих действиях вообще может дать на данный период времени. Девочки, ну вот по действиям, смотрите, ещё нет готовности, да, здесь неискренность идёт. И не всегда она зависит от него, вот эта неготовность. Здесь, если вы поставите, что он будет с вами честен, он не будет честен. Общание, да, но быстро что-то сделать, здесь нужна аккуратность. Он может пообещать, но не сделать, то есть лучше, чтобы он вообще вот эту тему не поднимать. Девочки, ну и у вас. Пока стагнация, действительно, эту тему пока лучше не поднимать. То есть вот всё как идёт, так и идёт. А теперь ещё давайте спросим, что же вам всё-таки делать на данный момент и чего тогда ожидать, если не действие, есть общение, да, может быть, ещё какой-то нюанс нам откроется. Давайте посмотрим, немножко смягчим сейчас, смягчим подачу информации, да. Мы спросим у Таро Миражей красивая, красивая, тонкая, акварельная, нежная такое Таро, да. Давайте, что делать вам на ближайшее время, прям на ближайшее время. Вот эти у нас просмотры, они могут быть очень часто, да, через день, через два, через неделю. В общем, смотреть мы можем такого плана часто, потому что очень много меняется, да. Девочки, здесь идёт как? Здесь поссорились, помирились, лёгкое общение, приятное общение, приятное, если вы в плохом настроении, состоянии, как-нибудь аккуратненько уйдите. Не давайте своим эмоциям негативным в эти отношения вползать. Заранее об этом думайте. Ещё что. Девочки, есть желание перемен, вот прям желание перемен, но что же вам делать, да? Здесь как бы есть распутье, вот именно действие перемены. Ну-ка, раскроем, раскроем. Вот смотрите, что, девочки, ведь колесница идёт, идёт колесница. Через какое-то время можно будет говорить о развитии, о переносе ваших каких-то планов уже в деятельность, то есть все ваши мысли и чувствование, желание ваше, да? Через какой-то период времени, здесь идёт позитивное развитие, всё-таки позитивное. Что же вам делать? Будьте готовы к перемене, будьте готовы к действию. Не сейчас, не сразу, но оно немножечко у вас. Вот на следующий этап, когда можно будет делать ещё раз просмотр, то есть пройдёт какое-то время, произойдут какие-то действия, тогда будет у вас всё-таки развитие, то есть не закрывают и вы знаете трёх кубков. Девчонки, прекрасная карта развития отношений, развития любовных отношений, если будете придерживаться вот такого распорядочника лёгкая, независимая, в то же время чувственная и не давящая, не выносящая мозг. Резко действовать не получится и не надо, здесь ещё не готова, почва не готова, должна быть готовность, но развитие позитивное, очень хорошее развитие. Касается тех, кто в странных отношениях, может быть, только познакомился, девочки. Если вы после ссоры, то, может быть, в какой-то второй шанс берёте туда, вам нужно немножко себя поменять, отношения ваши поменять. Хотелось бы, чтобы мужчина менялся, но мы особых изменений не видим, он в своих делах, в своих заботах. Девочки, что сейчас на данный момент и что через некоторое время вам придёт, знаете, от Вселенной, вообще не от этого мужчины, а от Вселенной. Шестёрочка Пентаклей. Девочки, это какая-то помощь вам будет, это будет помощь. Серьёзно, может быть, вам какая-то денежка поступит, какой-то подарок в лотерею выиграете, даже может быть так, или вы попросите помощи, поддержки, вам её окажут. Что ещё от Вселенной? Какой подарок? Король Железлов, девочки, идёт к вам. То есть, вы можете спрашивать на бывшего или на неопределённого человека, к вам ещё один может прийти в ваш круг общения, или этот мужчина проявится как Король Железлов, то есть, уже точно, уже с действиями, с поступками. Может быть, это будет новый человек. Так, ещё что? Двойка мячей, так, она у нас там, кстати, проигрывалась, это желание разрешить проблему, как-то логично выстроить, сделать какой-то план, выстроить тактику действий, посомневаться, но что-то сделать, даже в сердечном плане может что-то составить, какой-то план, и он у вас начнёт реализовываться. Логика, разум, мысли здесь, то есть, думать надо головой, не только сердцем, девочки, не только сердцем, нужно быть ещё заземлённой. И ещё от вселенной, девочки, вот тут идёт сбор урожая. Вам нужно уметь быть, что-то делать, но быть на данный момент и в ближайшее время, уметь ожидать, уметь посадить зёрнышко и ожидать всходов. То есть, в любом случае, здесь вам говорят, что торопиться не надо резких чувств, не надо у вас пентакли, жезлы, мечи и опять пентакли. То есть, у вас вот чувства, да, здесь, вот они, двоечка кубков. Девочки, не ту занят, ничего, нет никаких, никакой взбалмошности не должно быть, да, всё должно быть как-то по уму. Вот так, вот так. В принципе, вот это у нас расклад, экспресс-расклад на ближайшее время, дорогие, ну вот так. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok